Всем привет! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, и это видео-помощь новичкам в HumanKind. Разобраться в интерфейсе, разобраться, что делать, какие-то очевидные неочевидности. Имейте в виду, это не гайд о том, как правильно играть, что ли, как побеждать. Это для того, чтобы вам было просто удобнее в эту игру разбираться, самим делать стратегии, ну и я у себя еще в сообществе спросил, что моим зрителям непонятно, и в общем-то ваши вопросы я и использую в этом видео. Пожалуйста, не забудьте подписаться, поставить лайк. Поехали! Начну с создания игры и сложности партии, потому что кто-то пишет, что у него очень легко все, у кого-то очень все сложно. Смотрите, мало того сложно здесь выставить. Кстати, сложность, которая одинакова для вас и компьютера, это город. Все, что выше города, страна, империя, цивилизация и человечество дает бонусы компьютеру. Все, что ниже города, бонусы игроку, имейте в виду. Например, человечество, последняя сложность в Humankind, дает под плюс 3 всем вот этим человечкам, там фермерам, рабочим, торговцам, ученым, плюс 60 стабильности во всех городах компьютера и плюс 2 силы в городе. На самом деле это не такие большие бонусы, и возможно поэтому игрокам кажется, что слишком легко. Важно, вот самые-самые главные бонусы реально, которые добавляют к компьютеру силы, это вот эти аватары. Обратите внимание, что у них вот здесь подписана их сложность. Эксперт, например, эксперт, продвинутый и продвинутый, и где-то было просто... А где у меня тут нет? Вот, нормальный. Смотрите, у экспертов еще выше бонуса, например, плюс 2 влияния общественного квартала, за первую культуру играет до самого конца, и плюс 5 к влиянию центральной площади. Как вы понимаете, у этого компьютера будет очень много влияния вначале, он сможет очень много присоединять сразу себе территорий. Или у этого проще разделять идеологические позиции других, плюс 1 к влиянию от общественного квартала, и плюс 10% к научному ресурсу. То есть еще плюс ко всему, что здесь есть. И плюс у них есть разные типы их действий. Поэтому, возможно, знаете, вы поставите себе какого-то бота-компьютера, он на вас не нападает, и вам кажется, что он слишком легкий, а просто потому, что у него в его действиях он вот дружелюбный, и на соседей не нападает. Или наоборот, вам хочется, чтобы не агрессивный был. Так что больше внимания уделяйте именно выставлению компьютерных игроков. Любая глобальная стратегия начинается с городов в Humankind, появляются из аванпостов. А аванпосты могут ставить абсолютно любые юниты. То есть вы сначала выбираете юнит, какой-нибудь, любой, неважно, абсолютно неважно какой, и ставите аванпост в незанятой области. Это считается, что вы эту область как бы забили за собой. Вот в моем случае они отмечены такой вот штриховкой. Но эта область еще не считается вашей. В этой области на вас могут совершенно спокойно нападать, ее могут совершенно спокойно грабить, без всякого объявления войны. Просто имейте это в виду. Потом, зайдя, когда вот у вас есть уже аванпост, тут вы можете, вот нажав на эту кнопку, расширить аванпост до города. Это вам будет стоить сколько-то влияния. Сколько влияния зависит от того, сколько городов у вас уже есть. У меня их, по-моему, четыре. Да, вот видите, лимит городов. Четыре города, значит, пятый будет стоить 905 влияния на быстрой скорости. Тоже от скорости все еще зависит. Потом к городу вы можете присоединять другие области. Тоже спрашивали, сколько областей, как рано надо города превращать в аванпосты, сколько городов ставить. У меня по ощущению, что надо придерживаться лимита, и даже можно плюс один. Когда вы превышаете лимит на один город, у вас штраф в 10 влияния. То есть у вас будет минус идти к влиянию 10. Кажется, мало. Но когда уже второй город вы присоединяете, захватываете как угодно, там уже большой, там уже, по-моему, минус 180, если не больше штраф. То есть первой еще можно как-то, знаете, так, немножко пропустить вот этот лимит, а дальше надо заниматься городами. Присоединение районов происходит так же. Вы просто выбираете город, и видите, написано присоедините. Те районы, которые вы можете присоединить, будут отмечены и будет написано присоединить. И тогда, когда вы эти районы присоедините к городу, или просто район станет городом, вот это уже реально ваша территория, вот она полностью в вашем цвете тогда будет. Вот так выглядеть. И тут уже без объявления войны или без открытых границ соперники куролесить не смогут. Более того, дальше, если вы будете развиваться, откройте... Я не помню, какая технология, там, по-моему, в Средневековье она открывается, вы другие города даже поглощать сможете. Вот, смотрите, например, я выбираю Вавилон, и за 5500 влияния я могу Аккад просто поглотить. И так... То же самое касается и других городов. Еще многие спрашивали, а как разрушить город, если он не... Ну вот, самое лучшее, на самом деле, поглотить, а не разрушать, потому что вы заберете всех жителей сразу. Имейте в виду, кстати, что аванпосты, они растут тоже сами по себе. Вот, например, Франц, аванпост никому не присоединенный, здесь уже 10 жителей, представляете? 10 жителей имеется. Если я присоединю его к городу, то эти жители туда и присоединятся. То же самое касается и районов любых, которые вы в этом аванпосте сможете построить. Брата, вы можете в аванпосте строить только морские порты почему-то, пока такое ограничение. Но неважно. Так вот, если все-таки хотите разрушить город, то для этого достаточно любым вашим юнитам, опять же, точнее, военным, я не знаю, могут ли гражданские поселенцы это делать, ну, предположим, военным, выбрать вот эту кнопку разграбления прямо на своем городе, на своем, и разграбить вот центральную клетку, вот откуда у вас, видите, торчит вот это название города. Вот если вы грабите центральную клетку города, то он будет считаться разрушенным и исчезнет, и территория станет свободной. У вас даже будет появляться, если вы новый какой-то город тут поставите, у вас будет появляться в городе такая, и тут иконка расчистить развалины, вы сможете их расчищать. По поводу же вопросов, когда присоединять территорию к городу правильно, когда стоит больше городов делать, когда их стоит создавать город из аванпоста, когда не стоит. Ребята, это же есть стратегия, вы как раз играете, и вы решаете, как правильнее в данном случае. Единственное, я, может быть, порекомендую не присоединять территорию, пока вы не обработаете ресурсы на ней, потому что обрабатывать ресурсы на территории можно за то же влияние, не за производство, а просто вот, когда она не присоединена, у вас в этом месте будет написано, вот в данном случае, можно, например, лес посадить, это я уже открыл такую технологию. Да, и еще, кстати, обратите внимание, что вы можете перемещать ваши аванпосты. Всего лишь 20 влияния стоит, и вы, знаете, решили, а, блин, не там поставил, или для соседства еще важно, там, наверное, два аванпоста, там районы друг с дружкой в этих районах, округах, я не знаю, как это правильно сказать, вот имейте в виду, что здесь, не смотря на эти границы, если я поставлю здесь район и здесь район, то он все равно будет для всех, для районов, для соседства и для территории рядом тоже все действовать, это не ограничение для действия районов, это ограничение только для городов. Так вот, вначале, наверное, за культуру обработать вот эти всякие ресурсы, которые у вас есть, а потом уже присоединять к городу, это будет проще, вам не потребуется производство или деньги тратить, но, опять же, а вдруг у вас мало влияния, а наоборот много производства и денег, то есть, это стратегия, тут надо действовать исходя из того, что у вас, какая у вас ситуация в игре, много вопросов про социальные политики, например, вот, what am I London, Arbus London, спрашивают, почему социальные перки то изучаются, то нет, во-первых, они багованные просто в игре, прямо скажу, и даже в ближайшем патче их, походу, еще править не будут, задумано, все в игре прикольно, то есть, они открываются, если вы что-то выполните, например, естественное право и обычное право открывается, когда у вас восемь жителей в империи и вы основали первый город, тогда вот эти перки открываются, вот тут религиозная, первый перк, например, должен открыться, когда у вас десять последователей вашей религии, вот смотрите, у меня уже двести сорок пять последователей моей религии, а перк нихрена не открылся, понимаете, то есть, опять баганул в очередной раз, призывники открываются, когда вы, по-моему, побеждаете в первой битве, именно не против, не против этих животных, а именно против каких-то армий, ассимилированные народы открываются, когда вот эта ГГшка, ну, видная вам, вот, например, в данном случае я вижу кого тут, Миноицев, по-моему, Мочи, когда Мочика, у них появляется город свой, в видимой вашей территории, вы с ними встретились, у них появляется город, тогда вы сможете этот цивик принять, и так со всеми цивиками, но, к сожалению, они в игре багнутые, то они появляются, то они, вот в моем случае, например, вот эти два цивика появились, а дальше, вот, например, на религию точно должен уже появиться, давным-давно должен был появиться цивик, нифига не появляется, так что, к сожалению, пока это все неизвестно, как, когда будет починено, как будет, как починят, я вам обязательно сообщу, для чего еще нужно влияние, кроме как присоединять территории, во-первых, забивать за собой чудеса, вот, опять же, кто не в курсе был, если тут потеряли, вот у вас выскочила, типа, новое чудо забить, если вы не знаете, где искать, вот сюда нажимаете, и показать неприсвоенные чудеса, потом тут, вот мне нужно сейчас 5250 влияния, чтобы застолбить за собой оставшееся чудо и построить его, да, кстати, ребята, совершенно забыл вам сказать о самой важной кнопке для начинающей, для начинающих F1, я даже свою рожу уберу сейчас, чтобы вам было лучше понятно, вот, нажимаете F1 на любом экране, и она вам рассказывает, что и для чего тут надо, видите, вот я нажал F1, наводите, и рассказывает, это баннер ресурсов, это кнопка списка армии, это кнопка списка городов, это уведомление, это информация об империи, обзор дипломатии, это общий экран, да, если вы зайдете, например, в экран города и нажмете F1, тут вам тоже все расскажут, зачем, для чего, и что это вообще все значит, тоже очень удобно, просто как-нибудь сядьте, вот так, понаводите, почитайте, что тут написано, все очень четко рассказано, либо откройте экран армии какой-нибудь, даже не своей, все равно, все равно вам тут все расскажут и покажут, что происходит, во время боя вы тоже можете точно так же зайти и открыть, посмотреть, что там происходит, влияние, так вот, влияние, нужно не только для присоединения, для чудес и прочего, но и на то, для того, чтобы влиять на другие культуры, как видите, у меня тут есть влияние черного у меня, я влияю на других, для чего это надо, для того, чтобы у вас были претензии на территории, куда влияют ваши, ваша культура, вот я полностью на османов, у меня практически все их территории в моей культуре, поэтому я могу на эти территории выдвинуть претензию, что типа там живут мои люди, там, грубо говоря, мои люди находятся, но у меня сейчас этого нету, просто потому что османы под вассальной зависимостью от мексиканцев, то есть если мне выдвигать какие-то претензии, то только им, видите, отдать территорию, чамукуй, это я уже не требую, потому что типа чамукуй под моим культурным влиянием, кроме того, есть некоторые цивики, некоторые чудеса, некоторые здания, которые дают какие-то бонусы, в зависимости от того, сколько территорий под вашим влиянием, но это надо отдельно рассматривать, если вы, наоборот, если на вас давит чужое влияние и ваши территории, то не только на вашей территории могут претензии выдвигаться, но и у вас периодически будут возникать в городах события, которые будут заставлять вам менять ваши цивики, ну или принимать цивики, которых у вас нету, чтобы вот эти ваши ползунки, кстати, обратите внимание, может кто не видел, общество, вот есть ползунок общества, давайте опять F1 нажмем, идеологии, оси, вот эти оси развития постоянно будут меняться в течение вашего времени тоже в зависимости от цивиков, и когда другие культуры, например, на вас влияют, они будут стремиться, чтобы ваши вот эти цивики приходили в соответствие с их цивиками, идеологии, ну или вы принимали те цивики, которые приняли они тоже, но этот при условии на вас будет влиять, так что влияние тоже очень важный ресурс, тут надо все как бы иметь сбалансировано, если вы будете объявлять войну и воевать, я тоже много претензий видел, что, ну скажем так, в Humankind много чего не сбалансировано действительно, и война тоже в том числе, но если вы будете объявлять войну без претензий абсолютно, то вот эти ползунки, вот эта военная поддержка у вас намного быстрее будет уменьшаться, а у них наоборот увеличиваться, и у вас не хватит военных очков, чтобы потребовать те территории, которые вы захватили, вот там люди здесь возвращают, я типа захватил территорию, а я не могу ее себе присоединить, потому что у вас не было претензий на нее, понимаете, до этого, не было кризиса, ни культура ваша не влияла, если вы не будете влиять культурой, то через войну у вас очень хреново будет получаться что-либо захватывать, да, я думаю, может возникнуть вопрос, в общем-то, а как конкретно влияют культуры, ну собственно, как вы производите городом, сколько культуры, так она будет на ближайшие и влиять, то есть там Вавилон, например, у нас 153 культуры генерирует, в данном случае это что на него влияет, давайте посмотрим на соседние клетки, и плюс еще каждый житель, каждый житель еще определенное влияние создает, поэтому вот здесь у нас, видите, 96 влияния, ну это проценты, на самом деле тут плюс-минус от других территорий, то есть вот это, кстати, абсолютно неприсоединенные, ни к чему территория, если не изменяет память, здесь у нас получается идет 135 единиц влияния, накоплено в плюс, то есть соединяются, понимаете, влияние моих территорий, соседних территорий, у меня так как идет плюс, то у меня плюс 5, и постоянно у меня увеличивается здесь влияние, если мы будем брать территории, вот тут, например, у нас, видите, на 63% больше, как только, кстати, не наполовину превышает, а как раз больше 60%, если больше 60% ваше влияние, то через определенное количество ходов эта территория переходит в культуру той, того, кто вот больше 60% влияет, то есть у соперника есть там сколько-то ходов, чтобы переломить ситуацию, причем надо не наполовину больше, сейчас повторю, на 60%, много вопросов про религию, основывается религия очень просто, как только ваше население достигает 10 и больше, вы сможете, автоматом должна появиться религия, если этого не происходит, значит какой-то очередной баг, баг, причем вначале вам будут предлагать выбрать либо шаманизм, либо политеизм, выбор такой, что политеизм дает 5 веры за каждую присоединенную территорию, шаманизм одну веру за каждого жителя, тут очевидно просто, что шаманизм будет в долгую больше давать, а политеизм в короткую, то есть вначале, ну вначале у вас там может быть 5-6 территорий будет присоединенных долгое время, но это 30 веры, 30 веры, 30 жителей у вас не так скоро будет, очень еще не скоро, но через сколько-то количество ходов, несомненно, жителей станет больше, ну грубо говоря, вам на каждую территорию надо 5 жителей, это точно получится, и в дальнейшем как раз от жителей может давать больше веры, тут будет зависеть от вас, что вам важнее, как быстрее распространить религию, подавить на других, догмы принимаются просто, когда ваша религия распространена на какое-то количество жителей, причем по всей планете, я тут точно не помню, по-моему, сначала 25 жителей, 25 верующих, должно быть, потом 50, потом, наверное, 100, там, 125, и вот очень хорошие бонусы, поэтому забивать на религию, вот у меня, например, религия, я отказался от пьянства, каждый лес будет давать плюс 2 к производству, и каждая лесистая местность плюс 2 к производству, святыни добавляют еще веры, вот народ не понимает, как она распространяет, ведь у меня тут уже, ну хотя тут тоже, видите, сопротивляются, вот тут есть нубийский политеизм сопротивляется, но у меня явно самая распространенная здесь, по-моему, четвертого уровня, нет, четвертого уровня, аж 3 религии есть, так что тоже неплохо распространено, да, кстати, вы можете тоже изменить государственную религию, если у вас не получилось со своей, и если вы изменяете, но это только если она на вашей территории есть, вот эта кнопочка появляется, и приняв чужую религию, вы начинаете распространять ее, и вы сможете даже стать лидером этой религии, тоже получать бонусы, то есть, если у вас не получается с религией, не стесняйтесь перейти в чужую религию, и если у вас больше последователей, чем даже у основателя, вы станете лидером этой религии. Зачем-то людям прям надо знать, как конкретно это влияние высчитывается, но от близлежащих территорий, то есть, сколько последователей вот в этой, не последователей, извините, сколько веры вырабатывает эта территория, эта, так она влияет на другие, причем зависит от дальности, то есть, ближайшая территория будет на 100% влиять, через одну уже на, не, ближайшие через одну на 100%, через две, по-моему, на 40%, через три на 25%, и так далее. То есть, если у меня, например, вот где тут, в Вавилоне, в Вавилоне у нас, по-моему, вырабатывается 165 веры, то, соответственно, вот на эту территорию это уже будет влиять всего лишь на 25%, то есть, где-то на 40 веры, грубо говоря. И вот так это все в зависимости от этого влияния, то есть, все соседние мои территории с веры, все соседние территории, там, коричневого, оранжевого, высчитывается плюс моя, плюс их, причем, видите, общее влияние, тут, например, 1829 религиозного влияния на этой территории, по-моему, меньше будет, нет, 2500 влияния. Это все складывается, и в зависимости от того, чьей религии больше, будет даваться, вот, написано, сколько процентов дает. Переконверчивается в другую веру, опять же, при увеличении на 60%, то есть, вот, если, например, харапского политеизма будет 60%, тогда эта территория перейдет в их веру, я тогда могу принять их религию. Опять же, вера влияет, ну, понятно, бонусы от догматов получать на своей территории, либо, опять же, претензии к чужим территориям за то, что у них там верят в мою религию, а она принадлежит им. То есть, вы можете, вот, угнетение правоверных выдвигать, потребовать, и будет увеличиваться поддержка войны. Но я с этим чуваком в союзе, так что нормально. Не будем. Много вопросов, какие, как, где размещать районы, какие соседства делать. Ну, ребята, во-первых, 100% будет еще много патчей, то есть, сейчас что-то заранее говорить по районам просто невозможно, потому что баланс будет точно править. Я вам никаких гайдов тут не скажу. Ну, а во-вторых, это просто, ну, в этом же, мне кажется, прикол как раз стратегии, что вы находите лучший путь. В общих чертах, просто в городе, в городе, скажу, что объекты инфраструктуры, они множитель, считайте, дают районам. То есть, ну, округа они тут называются по-русски. Ладно, буду округа называть. То есть, вы должны так размещать округа, чтобы в дальнейшем получать бонус вот от этих зданий. Или наоборот, сначала здания построить. Проблема в Humankind есть определенная, что, например, когда вы ставите районы, игра вам подсказывает, сколько это даст. Например, вот здесь, типа, самый лучший вариант из всех мест этого города, промышленный район, поставить здесь, потому что это самый большой выхлоп будет. А если вы выбираете здание, какое строит, то игра вам не подсказывает, сколько она вам добавит выхлопа. То есть, вот этот, например, налоговое управление неизвестно, что дает. Поэтому, ну, в общем случае, я вам рекомендую просто здание ставить заранее, потому что, когда вы их ставите, ну, вот, просто для примера, давайте возьмем, этот у нас действует на деньги, он на главную площадь просто действует, и на источник драгоценных ресурсов, он тут просто вам ничего и не скажет. Источник драгоценных ресурсов это вот это, то, что у вас город добывает. То есть, у нас два чая в этом городе, соответственно, будет плюс шесть денег давать. И главная площадь, имеется в виду не только вот это, но и присоединенные. Раз, сколько у нас тут территории? Четыре. То есть, четыре, это будет плюс двадцать, получается, четыре на пять, двадцать, и драгоценных ресурсов два, шесть. То есть, по идее, двадцать шесть, плюс двадцать шесть денег должно добавиться, если мы это здание построим. Я просто хочу вам его сразу построить, и мы посчитаем. Это же, к сожалению, блин, если я сейчас потрачу народ, то уменьшатся, на самом деле, деньги, потому что, видите, минус пятнадцать жителей. Ладно, тут, ну, вот примерно так это рассчитывается. Особенно это вначале очень хорошо считается, потому что промышленные районы очень неплохо там бустятся за счет реки, есть здание, водяная мельница, которая дает производство на реке, есть здание, которое дает производство от леса, производство от гор, например, и вы, зная это, уже можете думать, где вы будете размещать районы. Районы, видите, захватывают всю территорию вокруг себя в радиусе, в шести клетках. Единственное, что районы можно ставить только рядом с районами другими. Есть некоторые исключения, но общее правило вот такое. Районы с районами, то есть вы таким образом свой рост считаете. Вот тут, например, будет у нас 13 производства, хотя, видите, тут 4, тут 4, как бы должно быть 8, по идее, но тут еще плюс производства идет за те бонусы, которые уже были построены до этого в этом городе. Поэтому, какие-то давать советы, вы просто не строите все подряд, типа, знаете, вот, например, какой-то район, который дает бонус к лесу, а у вас в этом городе нет леса абсолютно, или нет реки. Вообще, реки тут очень важны, я вот, опять же, возвращаясь к тому, сколько ставите, где города, я вам рекомендую, если есть река, то желательно, конечно, на реке все основать, и чтобы как можно больше клеток реки было захвачено. Это тем более и исторически верно, потому что практически все важные города в древнем мире обязательно на реке ставились, потому что нужен был доступ к пресной воде. Не забывайте перебрасывать пешки здесь, в зависимости от того, как вам требуется развивать город. Еще проще, наверное, вот здесь это просто делать, вот так, меняете местами тот фокус, куда вы хотите развивать ваш город, и будет намного проще это все делать. Увеличивается вот лимит, видите, тут есть лимиты, вначале, по-моему, например, два фермера из двух будут увеличиваться, лимиты все теми же районами, вот этими обычными. Есть некоторые здания, которые тоже лимиты увеличивают, ну просто читайте описание, увидите, ну обычно это просто районы увеличивают. Вот это лучше, самый лучший способ как-то изменить расстановку, это вот перебросить, тут довольно быстро можно кучу денег себе получить вместо кучи науки, предположим. Эти 2352, а тут убираю, и минус, минус 100, 110 денег, или тут у нас науки на данный момент 2156, меня, ну Падахи Даби, я не самый большой город, честно вам скажу, 2156 стало, ну минус 100 науки, да, просто перебросил на ровном месте. Игра Humankind про синергию, вы аккумулируете все как можно больше, и желательно делать упор на какой-то все-таки один ресурс, а не прям вот так развиваться постоянно сбалансировано. То есть у вас будет много производства, все за один ход, причем обратите внимание, что в Humankind за один ход вы можете даже несколько зданий, несколько юнитов построить, вы вполне можете так развить производство, что вы за один ход будете просто 10 юнитов строить одномоментно. И тут накапливаются излишки, но только на один ход. То есть если, например, вам что-то там надо построить, вот 780, вам надо построить что-то на 500 производства, у вас на следующий ход 280 производства останется, и вы сможете на следующую постройку это потратить. Но если у вас накопится так производство, что это больше, чем на один ход, оно будет сгорать. Просто имейте в виду. На деньги сделали фокус, будете все скупать просто за деньги. Это здесь намного проще, чем в циве, где за деньги вы вряд ли сможете прям все скупать, они у вас закончат. Тут реально можно все скупать, там знаете, под 40 тысяч в конце игры, если не больше может быть. Так что фокусируйтесь на каком-то одном как бы в течение игры, причем у меня ощущение, что лучше это делать исходя из тех ресурсов, которые у вас будут на все это. Видите, у меня, например, кофе, он действует на... дает пищу определенную. То есть, в моем случае кофе дает 4 пищи на группу земледельцев. Значит, мне надо земледельцев ставить, а тут пища за земледельческий квартал. Значит, что через земледельческие кварталы берем те культуры, которые делают земледельческие кварталы, и вперед понеслась. По-моему, логично. Но это мой стиль игры. Я просто вам такую к размышлению, что ли, червячок запускаю. Конечно же, не стесняйтесь торговать, не стесняйтесь, потому что торговля мало того, что ресурсы дает, она еще увеличивает вот это спокойствие в городе, стабильность. Скажем так. Потому что от стабильности тоже очень много всего зависит, и если в минус упадет, ну правда, сейчас, мне кажется, им тоже это все надо править, это слишком легко в химанканде 100% везде иметь с огромным количеством районов, каждый район там, кстати, минус 10 стабильности дает. Но даже с этим большим количеством районов я все равно нормально почему-то сижу со 100%. Ну ладно. Так вот, торгуйте, но имейте в виду, что не надо все покупать подряд. То есть, если у вас, например, нету вот 2% науки, ладно, а вот наука за научный квартал, но у меня вполне может не быть еще научных кварталов, вообще может не быть научных кварталов, зачем мне серебро покупать, ради стабильности нафиг надо. то есть, с умом выбирайте те резы, которые вы покупаете. Нету ремесленных кварталов промышленных, зачем вам шелк покупать? Так что, тут все логично. Спросили, как раз вот я открыл, увидел бэджи, меня спросили, типа, как вот эти бэджи получать? В игре есть энциклопедия, где все-таки много чего расписано. Заходим во вкладку дипломатия, значки репутации и, собственно, тут все расписано, за что дается и что это дает. Более того, имейте ввиду, вы видите, значки, некоторые значки еще и несовместимы с другими. Просто энциклопедию почитайте, тут реально много всего интересного. Спрашивают, как в торговле посмотреть, что у нас покупают. Немножко сделано это дебильно. Вот тут переключаете на экспорт, то есть то, что вы экспортируете, и мы видим, что у нас два чая вот японцы эпохи Эда покупают, плюс покупают два благовония, три благовония, железо и китов. Вопрос, что это приносит? Во-первых, одномоментно что-то приносит при покупке, вот, например, я сейчас попробую показать на примере покупки ресурса у какой-то другой культуры, если я, ну вот, железо, например, купить, какую-то базовую цену, по-моему, 81 монету конкретно принесет, вообще, я не уверен, честно говоря, сколько денег, но просто какую-то монету оно приносит одномоментно, а вход вы получаете вот в городе, зайдите в деньги и увидите плюс 57 денег за количество торговых путей, просто от торгового пути, каждый город, в зависимости от того, где у вас что покупают, приносят деньги, вы, когда вы что-то у кого-то покупаете, вы ему вход не платите, вы одномоментно платите за создание этого пути, но пути можно грабить, конечно же, корованы можно грабить всячески, да, если написано, что у игрока один ресурс, это просто все, все в партии смогут у него по одному разу этот ресурс купить, но все абсолютно, то есть он как бы неиссякаемый такой, если два ресурса, то все по два раза могут у него этот ресурс купить и так далее, все, все довольно просто, как быстро нужно принимать первую нацию, например, спрашивает Диман, да фиг его знает на самом деле, вот я сам играю, каждый раз думаю, надо ли мне быстро спешить, не надо ли еще набрать людей, которые бегают, не знаю, вот как по ощущениям, вам кажется, еще можно, вот, Humankind, слава богу, такая игра, где не так уж и важно спешить, вообще не особо важно, я не чувствую тут, что можно как-то сильно отстать вот в первой эре в неолите, давайте, наверное, про войну поговорим, во-первых, вот это важно военная поддержка, ну, в данном случае османы, они вассалы мексиканцев, поэтому я буду мексиканцам войну объявлять, но тут тоже у меня большая военная поддержка, когда могу объявить войну, то есть есть внезапная война, когда у вас военная, вы внезапную войну можете когда угодно объявить, но тогда вы получите значок предателя, когда у вас высокая военная поддержка, вы можете объявить войну и когда у соперника или у вас военная поддержка дойдет до нуля, война закончится, независимо хотите вы этого или нет поэтому и надо чтобы в вот тут у вас были требования если эти требования имеются в начале войны то собственно вот за счет за это вы воюете вы можете вы сможете больше получить но основное вот вот эти требования она зависит от того как у вас там культура влияет религия торговля как идет и так далее и так далее когда вы в войне и хотите на кого-то напасть не обязательно быть войне это можно и на нейтральной территории делать видите вам показывают предварительный результат у меня в данном случае 244 на 38 это скорее всего просто совокупная сила юнитов которые есть под вашим руководством и вот в этой армии это совершенно не значит что вы победите это просто сила может быть и за счет территории и за счет способности юнитов это все будет нивелировано более важное мне кажется ну все равно сила и сила есть да можно более важно вот когда вы наводите открывается такая сейчас вот вы видите вокруг зона вот это будет ваше поле боя вы можете сразу оценить какая территория на вашем поле боя кроме того все армии находящиеся в этой боевой зоне тоже примут участие в этом бою но естественно вы сможете еще и завести армию в бой правда надо иметь ввиду если вы будете воевать в античный в древнем мире в начале то вам все-таки надо сначала открыть технологию которая позволяет добавлять армии организация войска вот здесь видите использовать подкрепление если у вас это не открыто вы будете просто армиями один на один воевать и все то есть вам важно прежде чем нападать оценить поле боя потому что вся вот эта территория в битве будет участвовать и важно как вы будете использовать так присмотреться откуда нападать видите еще спрашивали как размещаются юниты на поле боя ну в общем то в том месте где у столкновения вот вокруг столько клеток сколько у вас юнитов то есть у меня сколько бы 6 юнитов у меня тут 6 клеток будет где смогу разместить свои юниты если у меня тут гора будет то на горе я уже не смогу поставить например вот если бы я например вот здесь стоял вот тут стоял среди здесь у нас гора просто имейте в виду сейчас вам покажу лучше вот здесь подняться нельзя если я стою здесь и чувак на меня убер отсюда нападет то у меня я походу будет вообще одна клетка для размещения понимаете он может просто щелкать мои юниты какого у него будет вот тут клетки для размещения а у меня будет клетка всего лишь вот это одна то есть вот так загонять свои армии в такие безвыходные ситуации начал игра так тормозить я вообще фиге я посмотрю лаги очередные конечно в human kind только в путь это это не у меня компьютер хреновый это игра тупо лагает хотя никакого никакого на нагрузки не на процессор не на что она не делает опять у них там что-то так себе работает не стесняйся отступать если на вас нападают превосходящие войска потому что потерять юниты а здесь они не просто производство стоят но и жителей тут каждый юнит это либо один либо даже больше жителей это серьезно серьезно лучше отступить и дать бой в каком-нибудь другом месте там где вы сможете теперь ну и еще такая подсказка вы можете так в ловушке заводить ваших соперников то есть бегать где-то там слабенькой армии на нее напали вы вступаете в бой а потом в бой заводите еще более сильную армию и соперника и хопа он уже выйти из боя не может и будет терять армии но конечно он тоже тоже может также подвести вот это интересно узнать кстати силу соперников с компьютерами просто с компьютерами просто заходите в их к ним в дипломатию наводите вот тут вот чувства разные написаны как он к вам относится на возе и тут написано сила слабее вот это слабее то именно военная сила имеется в виду как это узнать против живого человека по моему там такого нету поэтому затрудняется ответом читайте внимательно описание юнитов вот человек спрашивает непонятно как стреляют пехотинцы типа менять четырех клеток арки бусира выносят со стен а я не могу даже на две клетки пострелять дело в том что некоторые стреляющие юниты смотрите по моему это начинается с арбалетов если мне не изменяет память если лучники могут стрелять даже по юнитам которые в каких-то закрытых позициях находятся то а огнестрельным юнитам нужна прямая видимость то есть если вы на одной плоскости находитесь теперь стоит ваш канонир потом ваш юнит а дальше с юнит соперника вы не сможете выстрелить но если ваш при этом канонир выше находится выше потом ниже ваш юнит и потом юнит соперника вы сможете выстрелить будет считаться что как бы вы его видите ну и соответственно вас со стен обстреливали не мог в ответ потому что перед ним либо стояли какие-то другие юниты либо было что-то закрывало обзор этого нету например у стрелков в плане из лука которые стреляют да но у них за это зато есть штраф что рукопашники пан по ним больше урона наносят а по огнестрельным юнитам что издали что так абсолютно одинаковый урон будет в общем то мне кажется что на этом все какие-то такие важные не очевидности я вам рассказал по моему достаточно если опять же что то не поэтому что вы понимаете вы много вопросов спрашиваете уже такие за эти гайды прямо как победить в этой игре давай расскажи как правильно районы поставить как правильно развиваться какие культуры брать на какой ход в какой очереди тут простор фантазии во первых в этом и есть игра стратегическая во вторых тут будут патчами это все нафиг изменять это вот прям сто процентов потому что баланса пока не завезли я вам рассказал какие-то такие мелкие секретики как где что глянуть что посмотреть чтобы было проще развиваться что-то проще делать интереснее играть было просто вы читаете описание здесь действительно все довольно просто ну четко расписано в отличие от той же цивы очень многое все понятно я думаю вы получите удовольствие от игры в любом случае спасибо что меня посмотрели дополнение опять же дополнение тоже в комментариях принимаются если я что-то упустил важное по мнению зрителей на этом все не забудьте поставить лайк нажать на колокольчик конечно чтобы вам уведомления приходили и играйте в умные игры всем пока